Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем данный на важнейший плейлист Практическая грамматика английского языка с нуля, урок 64. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Как мы и говорили, you watched 59 lessons. Значит, вы посмотрели 59 уроков. Соответственно, у нас было 4 уроков уже на повторение. Значит, 60, 60 это revision, повторение. Recommendations, рекомендация. Then, затем 61, сейчас дадим present simple, настоящее время, простое настоящее, 62, past simple, 63, future simple, and 64, all these free tenses. В этом уроке мы с вами вкратце повторяем все эти 3 времени. Как говорится, practice makes perfect, повторяем мать учения. И я также говорил вам, что необходимо более основательно подготовиться, иначе вы будете разочарованы результатом. Необходимо еще раз все обработать, чтобы все систематизировать окончательно. И отложил, и уложилось как раз по полочкам. Итак, соответственно, друзья мои, давайте сразу же с вами перейдем к практике. Значит, мы с вами пока, соответственно, разбираем время present simple, и, соответственно, нужно необходимо выполнить следующее задание. Точнее, мы сразу будем и present simple разбирать, и past simple, и future simple. Соответственно, вот такой вопрос. Нужно сказать, это большой успех. Как вы скажете, это большой успех. It's a big success. Мы с вами говорили, что это большой успех. Вот такая фраза. It's a big success. Как вы видите, это у вас время present simple, и это, соответственно, у вас утвердительная форма. Значит, что нужно сделать? Значит, отличное упражнение для подготовки. Вам очень рекомендую сказать это в отрицании и вопросе, и также это сделать, соответственно, в других временах. А именно past simple, также в утверждении, отрицании и вопросе, и, соответственно, во времени future simple. Это упражнение необходимо, чтобы действительно все окончательно структурировать и закрепить. Очень полезное упражнение. Честно, я не понимаю, почему многим этим упражнениям пренебрегают. Давайте с вами это сделаем, и заодно обратим внимание, какой это случай. Видите, это случай, когда у вас глагол to be. It's a big success. Ну, вы можете использовать краткую или полную форму. Обычно мы используем краткую форму, потому что разговорная речь, она именно нам и нужна. Итак, это небольшой успех. It. Отрицание, соответственно, isn't. It isn't. A big success. It isn't a big success. И вопрос. Это большой успех. Ну, просто is, видите, здесь выносим вперед. Вот, получается, это большой успех. Is it a big success? Is it a big success? Это большой успех. Далее. Скажем это как раз во времени possible. То есть, это был большой успех. Это был. It was. Большой успех. It was a big success. It was a big success. Отрицание. Это не был большой успех. It wasn't a big success. It wasn't a big success. И вопрос. Это был большой успех. Was it a big success? Was it a big success? И как раз здесь случай, когда у нас was или were. Итак, future simple. Соответственно, будущее время. Это будет большой успех. It. И вы помните, как образуется. Это will плюс глагол. It will be. Или можно краткой формой использовать. It will be. Большой успех. A big success. It will be a big success. Это не будет большим успехом. Это не будет. It won't be. Большим успехом. A big success. It won't be a big success. И вопрос. Это будет большим успехом. Вопрос. Will it be. Большим успехом. A big success. Will it be. A big success. Значит, отлично. Смотрите, то есть, видите, здесь мы уже с вами все порабатываем. Итак, present simple. It's a big success. It isn't a big success. Is it a big success? Past simple. It was a big success. It wasn't a big success. Was it a big success? Future simple. It will be a big success. It won't be a big success. Will it be a big success? Но здесь самое сложное, вы должны помнить, что есть различные вариации. Соответственно, здесь у нас форма am, is или are. Здесь у нас может быть was или were. То есть, вот это нужно все время держать в голове, что когда у вас to be, am, is или are, это самое сложное здесь и was или were выбрать. Поэтому давайте еще один пример рассмотрим. Значит, ответственно, урок скучный. Значит, у нас был первый пример. Первый пример у нас был. Теперь у нас второй пример. Урок скучный. Точнее, давайте скажем, уроки скучные. Уроки скучные. Так будет интереснее. Уроки скучные. Ну, соответственно, уроки. Вы говорите о каких-то конкретных уроках. Поэтому the lessons, значит, вы, соответственно, в утверждении скажете the lessons are, потому что они, the lessons are boring. И это у нас с вами был present simple. Present simple. Соответственно, утверждение. Сразу мы делаем отрицание. Нескучные. Также остается the lessons, значит, нескучные. Are not или сокращенная форма aren't. The lessons aren't boring. И вопрос. Уроки скучные. Значит, мы вносим а вперед. Получается, are the lessons? Are the lessons скучные? Boring? Are the lessons boring? Итак, мы поработали со временем present simple. Также мы скажем это во времени past simple. Во времени past simple. Значит, давай скажем это, соответственно, в утверждении. Уроки были скучные. The lessons, значит, уроки, они, they, поэтому were, were boring. О чем мы с вами говорили was или were. То есть, уроки не были скучные. Мы скажем, the lessons weren't, the lessons weren't boring. И вопрос. Уроки были скучные? Were the lessons, were the lessons boring? И, соответственно, время future simple, будущее время. Соответственно, уроки будут скучные. The lessons will be, будут, the lessons will be boring, the lessons will be boring. Уроки не будут скучные. The lessons won't be boring. И вопрос. Уроки будут скучными? Уроки. Will the lessons be boring? Will the lessons be boring? Окей. Повторяем. So, present simple. The lessons are boring. The lessons aren't boring. Are the lessons boring? Past simple. The lessons were boring. The lessons weren't boring. Were the lessons boring? Future simple. The lessons will be boring. The lessons won't be boring. И, конечно, еще третий пример, когда у нас не глагол to be, а когда есть глагол. Соответственно, следующий пример давайте разберем. Значит, он показывает хорошие результаты. Он показывает, скажем, это во время present simple, утверждение. Он показывает, he shows хорошие результаты, good results. Здесь можно как раз для практики брать предложение покороче. Значит, это у нас было, соответственно, утверждение. Образуем отрицание. Он не показывает, he doesn't show good results. И вопрос. Он показывает хорошие результаты. Does he show good results? Does he show good results? Отлично. Далее. Соответственно, во времени past simple. Теперь мы говорим. Соответственно, утверждение. Во времени past simple. Он показал хорошие результаты. Видите, здесь мы вспоминаем уже вторую форму глагола. И к вам вопрос. Вот он показал. Как сказать? Он показал. He showed good results. Какой глагол showed? Правильный или неправильный глагол? Видите, окончание d. Какой глагол? Мы с вами знаем, что у правильных глаголов окончание иди во второй и третьей форме. И здесь окончание иди. Но глагол неправильный, потому что первая форма show, вторая форма showed, а вот третья форма shown. Она не с окончанием иди. Поэтому глагол нужно запомнить, обратить на него особое внимание. He showed good results. Значит, отрицание связано с помощью didn't. He didn't show good results. И вопрос. Соответственно, он показал. Did he show хорошие результаты? Good results. Did he show good results? Он показал хорошие результаты. И у нас с вами также время future simple. Соответственно, утверждение. Он покажет хорошие результаты. Он не покажет. Или обычно мы просто используем want. Соответственно, это краткая форма. Он не покажет. Получается, he want. He want to show good results. He want to show good results. И вопрос. Он покажет хорошие результаты. Он покажет. Will he show good results? Will he show good results? Okay? Present simple. He shows good results. He doesn't show good results. Does he show good results? Past simple. Show, show, showed, shown. He showed good results. He didn't show good results. Did he show good results? And future simple. He'll show good results. He won't show good results. Won't, yeah? And will he show good results? Okay? Но здесь самое важное – просто знать первую форму глагола. Еще раз повторить. Там есть сложные конструкции. На самом деле, сложные моменты есть некоторые. И, соответственно, нужно следить за тем, кто он, doesn't. И, на самом деле, когда вот s, когда не s. То есть, в принципе, видите, мы с вами очень активно поработали. Как раз две основные ситуации. Когда у вас есть to be, когда у вас просто обычный глагол, вы можете брать любые предложения. Желательно не очень, наверное, длинные, чтобы было проще. И так вот спрягать по всем временам все формы. Это отличная практика, действительно, для повторения. Далее. Что касательно специального вопроса. И еще некоторые моменты надо сказать. Специального вопроса. Special question. Специального вопроса. Здесь все просто. Здесь у нас с вами аж пять основных ситуаций. Значит, давайте с вами как раз посмотрим это на конкретных примерах. Например. С вами спросим. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Значит, давайте первый случай, когда у нас есть глагол. Глагол cost. Сколько это стоит? Это будет how much. Простите, глагол значит does. Получается, how much does it cost? How much does it cost? Все. То есть, у вас первая ситуация, когда у вас, соответственно, идет вопросительное слово. Слово это question, question. Здесь просто у нас, видите, повтор. Получается question word. Вопросительное слово. Или же какая-то конструкция вопросительная. Значит, обязательно посмотрите подробнее как раз наши уроки, когда именно вопросительная конструкция употребляется. Значит, есть у нас глагол. Соответственно, мы ставим do или does. Do or does. Plus subject. Plus subject. Плюс, соответственно, существительное, плюс подлежащее, плюс глагол. Вот как раз наша первая схема. How much does it cost? How much does it cost? У нас с вами вопросительное слово обычно. Why, how? И даже есть вопросительные конструкции на вроде how much. Там what kind of? Какого рода? Там how many? Со счастливами обязательно еще раз поработайте, потому что вопрос на это самое сложное. Сказал бы вот эта конструкция. Далее. Но также можно задать вопрос по-другому. Соответственно, вопрос мы задаем. Окей. So, вопрос мы задаем именно с формы to be. То есть, сколько это? Сколько это? Мы с вами спросим how much it... Нет, не it, а is it. Потому что сначала, видите, идет форма как раз глагола to be. То есть, то же самое, что здесь. То есть, похоже. Только немножко по-другому. У нас с вами получается question, word. Вопросительное слово, либо же вопросительная конструкция. Plus уже идет форма to be. Соответственно, m plus m is or are. Plus, соответственно, subject. Плюс подлежащее. Вот такая у нас с вами структура идет. How much is it? Видите, how much? Вопросительная конструкция. Далее форма глагола to be, is. И subject – это подлежащее. How much is it? Далее, друзья мои. То же самое. Давайте с вами скажем в других временах. То есть, видите, у меня такая систематизация, она очень помогает. Значит, сколько это стоило? Здесь, в принципе, схема аналогичная. Поэтому давайте ее как раз возьмем на заметку, только вместо do или does. У вас идет did. У вас идет did. И, соответственно, у вас получается how much? У вас получается, сколько это стоило? How much did it cost? How much did it cost? How much did it cost? Видите? То есть, отличная на самом деле схема. То есть, did у вас для всех лиц. Если вы хотите спросить, значит, для удобства делаем на одном слайде максимально много, чтобы все было перед глазами. Сколько это стоило? Теперь давайте вот это скажем в прошедшем времени. То есть, как это сказать в прошедшем времени? Значит, какая у нас конструкция? У нас, видите, не am is, а здесь идет. А в прошедшем времени, после того, как было question word, вопросительное слово, у нас идет или was, или were. Was or were. Plus subject. То есть, it означает was, it was. Поэтому получается how much was it? How much was it? Вот наши четыре случая. Так, смотри, special question. Question word. Plus do or does. Plus subject. Plus verb. How much does it cost? Next. Two. Question word. Plus am. Is or are. Plus subject. How much is it? Three. Question word. Plus did. Plus subject. Plus verb. How much did it cost? Four. Question word. Plus was or were. Plus subject. How much was it? Good. И также, соответственно, у нас еще в будущем времени необходимо это сказать. Значит, также схема аналогичная. Вот именно, я также вам рекомендую брать какой-то вопрос и именно его, соответственно, во всех вот временах делать и разные случаи. Когда глагол to be и когда обычный глагол. Итак, значит, получается, значит, будущее время. Здесь у нас с вами идет future simple. Future simple. Получается question word. Далее will. Вместо do и does, соответственно, will. И, соответственно, verb. Значит, do, does. Does, безумеем, на will. Получается, как много это будет стоить. How much will it cost? Здесь то же самое. Am is or. У нас форма to be в будущем времени. Это will be. Will be. Только, соответственно, здесь у нас немножко по-другому. Question word. Plus will. Далее. plus subject, plus be. Это принципиальный момент. Соответственно, сколько это будет стоить? How much? Ведь will. По нашей схеме. How much will. How much will. Здесь как раз и subject. How much will it be? How much will it be? Вот такие схемы, друзья мои. Я очень рекомендую вам, чтобы у вас было много-много практики. Вот еще раз более внимательно изучите эти схемы. Смотрите. Future simple. Question word. Plus will. Plus subject. Plus verb. How much will it cost? And question word. Plus will. Plus subject. Plus be. How much will it be? И, значит, вы еще раз повторите это, освежите в памяти, желательно ввести конспект. И вот еще вкратце такое задание. Соответственно, например, он живет в Нью-Йорке. Как вы спросите? Он живет в Нью-Йорке. Значит, это у нас случай какой? Он живет в Нью-Йорке. Когда у нас с вами есть глагол, соответственно, поэтому... Так вот, есть глагол, поэтому вот случай, значит... А, здесь у нас с вами как раз специальный вопрос. Почему он живет в Нью-Йорке? Да, вот, давайте спросим, почему он живет в Нью-Йорке? Давайте, почему. Далее, does. Значит, это используем как раз. Говорим, почему он живет в Нью-Йорке. Why does he live in Нью-Йорк? Why does he live in Нью-Йорк? Далее, почему он жил в Нью-Йорке? Why? Мы с вами разбирали, что у нас с вами did именно используется. Поэтому вот здесь у нас did в прошедшем времени. Значит, когда есть глагол, поэтому получается, почему он жил в Нью-Йорке. Будет why did he live in Нью-Йорк? Why did he live in Нью-Йорк? Good. И, соответственно, будущее время. Почему он будет жить в Нью-Йорке? Почему? Why will he live in Нью-Йорк? Why will he live in Нью-Йорк? И, соответственно, с формы глагола to be. Значит, соответственно, урок полезный. Значит, почему этот урок полезный? Например, why этот урок, форму to be, is, потому что этот урок означает it. Why is this lesson useful? Useful – это полезный. Why is this lesson useful? В прошедшем времени. То есть, на why мы выбираем was or were. Значит, this lesson означает it, поэтому was. Получается, why was this lesson useful? И в будущее время, why will – далее важный момент. Вы используете по нашей схеме именно после will – подлежащие. И сейчас эта ошибка. Why will this lesson – далее глагол. То есть, форма используется be. Why will this lesson be useful? Вот это может еще не укладываться в голове, но здесь нужно много практики. Мы как раз сами говорили. Значит, друзья, мы еще раз повторим. So, why does he live in Нью-Йорк? Why did he live in Нью-Йорк? Why will he live in Нью-Йорк? Why is this lesson useful? Why was this lesson useful? Why will this lesson be useful? И, друзья мои, мы с вами как раз переходим именно уже к самим заданиям. Значит, у нас запланировано 5 уроков. То есть, у нас запланировано 300 заданий. Вот пока у нас 300 заданий запланировано, чтобы вы решили. И как раз вот в нашем плейлисте запланировано по 60 в каждом уроке, чтобы не было перегрузки. Обязательно готовьтесь. Значит, контрольное очень сложное. Значит, я вам еще не раз говорил, что if you want to show a better result, если хотите показать более лучший результат, or if you don't want to be disappointed, если хотите быть разочарованным, do these exercises one more time, проделать это упражнение еще раз. Значит, вам нужно делать конспект, выписывать слова, иначе действительно это не даст результата, потому что контрольное действительно сложное. И обратите внимание на различные конструкции, такие как manage, manage to do something. Далее, be able, be able, be able to do something. Далее, обратите внимание на глагол, который мы разбирали, используется с инговой формой. Соответственно, все, друзья мои, все это будет. Также различные предлоги. Так что, друзья мои, готовьтесь, чтобы не давить влиять лицом. А мы, друзья мои, идем далее по нашему плейлисту и переходим. Значит, контроль на работе. Как раз она задумана из пяти частей. Значит, соответственно, упражнение 60-64. Значит, обязательно все прорешайте. Если у вас не получается, не отчаивайтесь, значит, говорит о том, что вы недостаточно хорошо проработали, нужно еще дорабатывать. Спасибо. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы продолжаем данный важнейший плейлист. Практическая грамотика английского языка с нуля, урок 64. И у нас с вами итоговая контрольная работа, заключительная часть. У нас с вами было уже 280 заданий. Это было 4 части. И последняя часть – пятая часть. Мы с вами далее двигаемся как раз по нашему плейлисту. Вот, на самом деле, это позволяет выявить ваши слабые места, проблемные моменты. И, соответственно, еще раз более основательно проработать материал, наш плейлист, чтобы действительно довести все до автоматизма. Но не просто до автоматизма, а до автоматизма без ошибок и быстро. Итак, продолжаем. Значит, следующее предложение. Значит, опять же, любая ошибка – это уже ошибка. Артикль, слово – это все ошибка. Вы все это разбирали и должны были проработать. Итак, мы не внутри. Мы не внутри. We aren't. Внутри – inside. We aren't inside. Мы снаружи. We are – снаружи – outside. We are outside. We aren't inside. We are outside. Вопрос. Она была за границей в прошлом месяце? Она была. Was she – за границей – abroad? В прошлом месяце – last month. Was she abroad – last month? Где? Нет, не где. Откуда родом его друг? Откуда родом его друг? Where is his friend from? Where is his friend from? Насколько долгое видео? Насколько долгое? How long video is the video? How long is the video? Тебе нужно будет больше времени, чтобы найти более лучшую работу. Тебе нужно будет… You'll need больше времени, more time, чтобы найти, to find, более лучшую работу, a better job. You'll need more time to find a better job. Вопрос. Этот уровень – базовый? Этот уровень? Is this level – базовый – basic? Is this level – basic? Что было таким необычным? Что было? What was – таким необычным – so unusual? What was – so unusual? Далее вопрос. Он покажет выдающиеся результаты. Он покажет… Will he show выдающиеся результаты? Outstanding результаты – results. Will he show outstanding results? We aren't inside. We are outside. Was she abroad last month? Where is his friend from? How long is the video? You'll need more time to find a better job. Is this level – basic? What was – so unusual? Will he show outstanding results? Okay, next. Вопрос. Эти методы традиционные? Эти методы. Are these methods традиционные? Traditional. Are these methods traditional? Вопрос. Ты улучшил свое произношение? Ты. Did you улучшил, improve – свое произношение – your pronunciation? Did you improve your pronunciation? Вопрос. Видео такое забавное? Is the video – такое забавное – so funny? Is the video so funny? Насколько интересный был фильм? Насколько интересный? How interesting was the movie? Мужчина небогатый. Мужчина. The man небогатый – isn't rich. The man isn't rich. Это ничего не означало. Это ничего не означало. It meant nothing. Или также, друзья мои, есть второй вариант. It didn't – it didn't mean – it didn't mean anything. It didn't mean anything. It meant nothing. Or it didn't mean anything. Его сестра не беременна. Его сестра – his sister – не беременна. Isn't pregnant. His sister isn't pregnant. Are these methods traditional? Did you improve your pronunciation? Is the video so funny? How interesting was the movie? The man isn't rich. It meant nothing. He didn't mean anything. His sister isn't pregnant. Next. Он сказал мне позвонить ей. Он сказал мне He told me позвонить ей to call her. He told me to call her. Он был таким застенчивым. Он был He was Таким застенчивым He was so shy. Наш родственник хочет снять квартиру. Наш родственник Our relative хочет снять Wants to rent A flat. Соответственно, квартиру A flat Или также допустимо An apartment An apartment My relative wants to rent a flat Or My relative wants to rent an apartment Я проснулся, как обычно Я проснулся I woke up Как обычно As usual I woke up as usual Вопрос Она очень талантливая актриса Она Is she Очень талантливая актриса A very talented Is she A very talented Actress Is she a very talented Actress Он играет в различные игры Он играет He Plays В различные игры Different games He plays Different games Вопрос Ты достиг Своей цели Ты Did you Достиг Achieve Своей цели Your aim Did you achieve your aim? He told me to call her He was so shy Our relative wants to rent a flat Or an apartment I woke up As usual Is she A very talented Actress He plays Different games Did you Achieve your aim? Next Они не в парке Они не в парке They aren't In the park Они в другом месте Птица улетела Птица улетела An important Событие Event Для нас For us It was an important Event For us Я хочу сказать тебе Что мы выбрали Другое место Я хочу тебе сказать I want to tell you Что That Мы выбрали We chose Другое место Another place I want to tell you That we chose Another place Окей Как много денег Ты сможешь Потратить на это Как много денег How much money Ты сможешь Will you be able Потратить на это To spend on it How much money Will you be able To spend on it Вопрос Они проголосуют За него Они Will they vote За него For him Will they vote For him They aren't In the park They're in another Place The bird Flew away It was An important Event For us I want To tell you That we chose Another place How much money Will you be able To spend On it Will they vote For him Next Я знал Это Хуже Я знал Это I knew It Хуже Будет Worse I knew It Worse Я не играю На пианино I don't Play The piano I don't Play The piano Я играю На гитаре I play The guitar I don't Play The piano I play The guitar Я не знаю Много О политике Я не знаю Много I don't Know Much О политике About Politics Это не интересует Меня Это Не интересует Doesn't Interest Me Его поведение Означало Следующее Его поведение His behavior Означало Meant Следующее The following His behavior Meant The following Она показала нам Свои достижения Her Her Achievements She showed Us Her Achievements Мы Переведем Эту Статью Мы Переведем Эту Статью We'll Переведем Translate This Article We'll translate This article Okay I knew It was I don't Play the piano I play The guitar I don't Know Much About Politics It Doesn't Interest Me His Behavior Meant The Following She Showed Us Her Achievements We'll Translate This Article Next Которую Книгу Она Решила Купить В Конце Которую Книгу Which Book Она Решила Did She Decide Купить To Buy В конце In The End Which Book Did She Decide To Buy In The End Всех Этих Денег Недостаточно Всех Этих Денег Мы потратим Время Впустую Мы потратим Время Впустую Will Waste Time Далее Почему Она Все Еще Там Почему Она Why Is She Все Еще Still There Why Is She Still There Этот Певец Не Был Популярным В 20 Веке Этот Певец This Singer Не Был Популярным Wasn't Popular В 20 Веке In The 20 Century This Singer Wasn't Popular In The 20 Century Она Покормила Детей Она She Покормила Детей She Fed The Children She Fed The Children Он Побежал К их Дому Он Побежал He Ran К Дому To Their House He Ran To Their House Его Стиль Жизни Нездоровый Его Стиль Жизни His Lifestyle Также Допустимо Style Of Life Обычно Говорим His Lifestyle Нездоровый Isn't Healthy His Lifestyle Isn't Healthy Which Book Did She Decide To Buy In That All This Money Isn't Enough We'll Waste Time Why Is She Still There This Single Wasn't Popular In The 20th Century She Fed The Children He Ran To Their House His Lifestyle Isn't Healthy Next Я Хотел Бы Знать Все Новости Я Хотел Бы Знать I'd Like To Know Все Новости All The News I'd Like To Know All The News Мой Босс Уедет Из Города Достаточно Скоро Мой Босс Мой Босс Уедет Из Города То есть Оставит Город Покинет Его My Босс Will Leave The City Достаточно Скоро Quite Soon My Босс Will Leave The City Quite Soon Она Самая Красивая Девушка В мире Она She's Самая Красивая The Most Beautiful Девушка Girl В мире In The World She's The Most Beautiful Girl In The World Это Было Это Была Очень Трудная Задача Это Была It Was Очень Трудная Задача A Very Difficult Задача Task It Was A Very Difficult Task Я Не Буду Учить Английский Мало Я Не Буду I Want Learn English I Want Learn English Little Я Буду Учить Английский Очень Усердно Чтобы Иметь Хороший Уровень Я Буду Учить Английский I'll Learn English Очень Усердно Very Hard Чтобы Иметь To Have Хороший Уровень To Have A Good Level I'll Learn English Very Hard To Have A Good Level Что Было Невероятно Интересно Вопрос Что Было Невероятно Интересно Что Было What Was Невероятно Интересно Incredibly Interesting What Was Incredibly Interesting I'd Like To Know All The News My Boss Will Leave The City Quite Soon She Is The Most Beautiful Girl In The World It Was A Very Difficult Task I Want Learn English Little I Learn English Very Hard To Have A Good Level What Was Incredibly Interesting Next Мы Не Подпишем Этот Контракт Мы Не Подпишем We Want Sign Этот Контракт This Contract Она Часто Моет Посуду Она She Often Washes Up The Dishes She Washes Washes Up The Dishes Manager Очень Странный The Manager Очень Странный Is Very Strange The Manager Is Very Strange Они Жили Счастливо Они Жили They Лived Счастливо Happily Я Встретил Это Слово Первый Раз Я Встретил I Met This Word Первый Раз For The First Time I Met This Word For The First Time Это Не Справа Это Слева Это Не Справа It Isn't On The Right Это Слева It's On The Left It Isn't On The Right It's On The Left Вопрос Он Занимается Бизнесом Does He Do Business Does He Do Business Она Носила Стильную Одежду Она Носила She Wore Стильную Одежду Stylish Clothes Помним Что Модная Одежда Это Fashionable Clothes We Want Sign This Contract She Often Washes Up The Dishes The Manager Is Very Strange They Live Happily I Met This Word For The First Time It Isn't On The Right It's On The Left Does He Do Business She Wore Stylish Clothes Он Вырос В Америке Он Вырос В Америке He Grew Up В Америке In America He Grew Up In America Что Включает Этот Билет Что Включает What Does Does This Ticket Включает Include What Does This Ticket Include Почему Это Было Такое Важное Достижение Почему Why Это Было Was It Такое Важное Достижение Such An Important Достижение Achievement Why Was It Such An Important Achievement Что Случилось What Что Случилось What Happened Вопрос Мы Около Этого Места Мы Около Are We Near This Place Are We Near This Place Кто Отсутствует Сегодня Кто Отсутствует Who Is Absent Сегодня Today Who Is Absent Today Она Не Боится Трудностей Она Не Боится She Isn't Afraid Of Трудностей Difficulties She Isn't Afraid Of Difficulties Я Понял Тебя Вовсе Без Каких Либо Проблем Я Понял Тебя I Understood You Если Дословно Без Каких Либо Проблем Вовсе Без Каких Либо Проблем Это Будет Without Any Problems Вовсе Будет At All I Understood You Without Any Problems At All Okay She Grew Up In America What Does This Ticket Include Why Was It Such An Important Achievement What Happened Are We Near This Place Who Is Absent Today She Isn't Afraid Of Difficulties I Understood You Without Any Problems At All Далее Она Представит Его Им Она Представит She Представит Introduce Его Him To Them She Will Introduce Him To Them Вопрос Их Идеи Такие же Их Идеи Are Their Ideas Такие же The Same Are Their Ideas The Same Я Продолжил Изучать Английский Язык Я Продолжил I Continued I Continued Изучать Learning English I Continued Learning English И 350 So 350 Значит Соответственно Мне Кажется Это Принесет Только Разочарование Мне Кажется It Seems Это Принесет It Will Bring Только Разочарование Only Разочарование Будет Disappointment Если Ты Не Повторишь Все Эти Уроки Еще Один Раз Если Ты Не Повторишь If You Don't Revise Именно Так If You Don't Revise Эти Уроки These Lessons Еще Один Раз One More Time So It Seems To Me It Will Bring Only Disappointment If You Don't Revise These Lessons One More Time Are The Ideas The Same I Continued Learning English It Seems To Me It Will Bring Only Disappointment If You Don't Revise These Lessons One More Time Okay So It's A Very Good Idea Друзья Мои Вот Наша Контрольная 350 Заданий Значит Действительно У вас Была Возможность Основательно Проработать Основательно Проработать Данный Плейлист Тест На Уроке Значит Рекомендации Все были Даны Если Ваш Результат Ниже Того Что Вы Хотите Это Еще Означающий Нужно Работать Работать Отрабатывать Закреплять Как Говорится Нет Предела Совершенства Потому что Очень Важно Довести Все До Автоматизма Друзья Мои Обязательно Закрепляйте Ну А мы Друзья С вами Двигаемся Дальше Thank you